Тоже такие ямы. С этой стороны вообще проехать невозможно будет, потому что здесь все провалено. Как по волнам, только не по морским, а по дорожным. По словам жителей Тольменского района, груженные машины, лесовозы напрочь разбили проезжую часть. За два дня, 30 и 31 марта, до введения ограничений на проезд большегрузов, дорога от Кашкарагаехи до села Зайцево превратилась в решето. Жители не поленились, подсчитали на участке в 15 километров 71 яма. Вот что осталось от дорожного покрытия. Огромные куски асфальта, которые сегодня валяются вдоль обочины. Многие водители остались без колес, подвесок, пластиковые защиты. Уродовали всю дорогу буквально дня за два, потому что я в первый день поехала. Все нормально было, две ямки было. Ехала обратно нормально. На следующий день я поехала, у меня уже глаза на лоб повлазили. Ехать вообще невозможно, потому что дорога ужасная. Так Галина Лобышева лишилась двигателя. Поездка по разбитой дороге обошлась ей в 110 тысяч рублей. Я позвонила непосредственно человеку, который возил по данному направлению лес, лесовозами, в 4 дня подряд. Так как он торопился, потому что дорогу у нас должны были закрыть 1 апреля, он по максимуму отправил все свои силы, все свои машины, все свои лесовозы, сколько было, наверное, максимально возможно. Не думая о людях, не думая о последствиях, что будет с дорогой, он просто ее всю разрушил. Женщина из Кашкарагайхи просто занялась этим вопросом, она сидела и ровно за час она насчитала 15 лесовозов. 1 апреля на межпоселковой дороге появились знаки ограничения в 10 тонн. Однако уже поздно. Ранее фуры в 35 тонн, говорят люди, разнесли дорогу в пух и прах. После волны негодования проезжую часть отсыпали. Но людям этого недостаточно. Они требуют от предпринимателя полного восстановления дорожного покрытия. Я-то какое имею в виду отношение вообще к дороге? Но вот жители говорят, что лесовозы ваши ее разбили. Ну, понятно все с вами. До свидания. Быстро и хорошо. Это дороги у нас в ведении дорожников, то есть на их балансе. Краевых? Краевых. Соответственно, это ремонт только они осуществляют. На балансе ни администрации района, ни администрации сельсовета дороги не стоят. Соответственно, денег на ремонт не заложено, никто не выделяет. Сейчас местная администрация готовит официальное обращение к краевому профильному ведомству. В министерстве транспорта, между тем, нам пояснили, что в курсе разрушения асфальтового покрытия. Но в планах на капитальный ремонт эта дорога в этом году не значится. Единственное, что ждет в этот сезон проезжую часть – ямочный ремонт. Сельские жители настаивают на том, чтобы привлечь к ремонту дороги еще и того, кто ее разбил. Валентина Аскерва, Дмитрий Денисов. День с толком.